Добрый вечер, как всегда в прямом эфире объектив позиция в студии Юрий Борьевич. 15 октября во всей стране в городе Харькове стартовал топительный сезон, однако потеплело не во всех квартирах. Во всяком случае, через неделю в многих домах отопление было отключено, Харьковские тепловые сети вынуждены ремонтировать участившиеся порывы и аварии. В частности, такая авария случилась и в центре города, в Шевченковском районе. У нас в гостях Григорий Николаевич Тимонькин, представитель дома по улице Клочковская, 244. Здравствуйте, Григорий Николаевич. Добрый вечер. И, насколько мне известно, с понедельника тепло в доме отсутствует напрочь. Расскажите, пожалуйста, о ситуации, которая возникла, и каким образом реагировали коммунальные службы, в том числе, в частности, Харьковская тепловая сеть. Ну, что я могу сказать. Меня соседи по дому, жильцы нашего дома просили рассказать следующее. Первое. Отопление и горячая вода пропали 30-го числа. 30-го числа мы тут же обратились с заявками о том, что пропало отопление, горячая вода. Ну, конкретно, например, вот у меня есть номер заявки от 31-го числа, на 15-62 принят. 31-ое, первое число, справочная служба, информационная служба отвечала, тепловые сети разбираются. Ну, разбирались, но результата не было. Продолжаем обращаться, тепла нет. А пытались ли вы обратиться именно непосредственно в аварийную службу Харьковской тепловых сетей, вот этот участок, который обслуживает Шевченковский район? Безусловно. Безусловно, эти телефоны мы все обрывали, в том числе и многоканальный телефон тепловых сетей 341-41-40. Дозвониться крайне сложно, несмотря на то, что он многоканальный, идут звонки, потом обрыв, пошли короткие гудки. Тогда, когда смогли дозвониться один раз, 31-го числа, отправили на районный телефон, его номер не буду называть, и там ответили на этом телефоне. Нам никто заявку не передавал, 15-62 заявку не передавало. Звоните мастеру вашего, дали номер телефона, набираем номер телефона мастера. Мастер говорит, а зачем они нам дают мой номер телефона личный? Я уже уволился. То есть, получается, ситуация патовая. Я уже не работаю. Тепла в доме нет, вторые сутки. Вы обращаетесь в различные службы. Коммуникации между службами отсутствуют. А мастер, который должен отвечать за ремонт, реагировать на такие аварийные ситуации, вообще уже практически не работает в Харьковских тепловых сетях. Ну, вот еще заявка от 3-го числа на 15-62, номер 725-17-82. В доме нет горячей воды, тепла. Звоним в обонотдел, госпожа Степанова приняла заявку, говорит, ну, у вас, наверное, стояки завоздушены. Ну, в нашем доме, ну, например, вот у меня в квартире 5 стояков. В каждой комнате свой отдельный стояк. И на 212 квартир, это десятки стояков, все завоздушены, нет ни тепла, ни горячей воды. Ну, короче говоря, приехали рабочие. Там рядом у нас улица Бавилова параллельно нашему дому проходит. Устранили неисправность. Насколько мне известно, подходили наши жильцы к рабочим. Они устранили эту неисправность вчера. Это какого числа уже было? Вчера, 2-го числа, наконец, эта неисправность была устранена. А там действительно был порыв. Вот, который до 2-го никто ничего не делал, скорее всего, потому что надо было откачивать воду, нужна была помпа. Вот, но 2-го восстановили. Но сегодня заканчивается 3-е число. Вот у меня есть, у нашего дома есть чат в Вайбере, где наши жильцы имеют возможность обмениваться информацией, своими проблемами. В том числе пишут, что до сих пор кое-где появилась чуть-чуть теплая вода в кранах горячей воды. Вот, все стояки, батареи на данный момент, я это заявляю официально, ответственно, все стояки холодные. Ну, то есть, такая странная диагностика получается от харьковских тепловых сетей госпожи Степанова, которая удаленно, наверное, об этой экстрасенсовыми... Она предположение сделала, говорит, у вас завоздушено тут. Ну, дело не в этом. Дело в том, что просили меня донести до руководителей, соответствующих жильцы нашего дома. Первое и главное, что все-таки, несмотря на то, что на улице не минус 20, но в квартирах холодно, дети начали болеть. И просят как можно скорее дать тепло. И второй момент, если 30-го числа отопление пропало, а сегодня 3-е, то эти 5 дней большая просьба не включать в квитанции. Ну, вот, чтобы провести, может быть, такой эксперимент в прямом эфире, сейчас я зайду на сайт харьковских тепловых сетей, и мы посмотрим, есть ли... Там есть у них оперативная информация. Исчезла информация о том, что наш дом без тепла. Сегодня эта информация уже отсутствует. Наш дом уже с теплом. А до 2-го числа этой информации тоже не было, что дом без тепла. Информация висела, у меня есть сканы с сайта ХТС, где видно, что до 2-го числа информации о том, что у нас тепло отсутствовало, не было. После 2-го она тоже исчезла. Так, у нас получается дом Клочковская, 244. Да. Ну, вот, простой такой эксперимент в прямом эфире показывает то, что на сайте харьковских тепловых сетей отсутствует любая информация в разделе сведения о вынужденном отключении системы отопления. КП «Харьковские тепловые сети» по состоянию на 03.11.2017 года на 16.34. Есть улицы Шещенковского района, Деревянка, Науки, Старицкого, Вавилова, Культура, Клочковская, но не 244. И Клочковская 344, и Клочковская 236, а Клочковская 244, она отсутствует абсолютно. Здесь нет. То есть, я так понимаю, что проблема устранена по версии харьковских тепловых сетей. Ну, вот, я получил только что сообщение. Что же это говорит? Вот, да, вот по вайберу. 17.30, вот, мне написали, что еще раз был звонок на 15.62, сказали, что ремонтные работы до 23 часов. Если ремонтные работы до 23 часов, тогда, извините, почему на сайте нет нашего дома? Ну, я попрошу оператора, чтобы... Вот только что я получил вот такое сообщение, что информационная служба ответила, что идут ремонтные работы. При возможности сфокусировать камеру. Ну, вероятно, не совсем хорошо видно, но, во всяком случае, можно посмотреть и убедиться в том, что дома, который представляет Григорий Николаевич, жильцов которого представляет Григорий Николаевич, его, он отсутствует в этом перечне, в этом списке. У меня другой вопрос. Вы сколько живете уже в этом доме? Ну, уже почти 20 лет. За все это время, в случае вот такие, подобные этой ситуации, они часты были? Или не учащаются вот такой за последние годы? Ну, я, конечно, такой статистикой не владею. По вашим субъективным мечтам. И не вел этих записей. То, что периодически отопление пропадало, это понятно, понятный факт. Потому что порывы были и в прошлом году, я помню, так сказать, батареи были холодные. День, два, три. Практически такие ситуации возникают каждый год. Вопрос. Понятно, что магистрали старые, трубы старые, проблем масса. Но нужна нормальная реакция, во-первых. Во-вторых, нужна честность. Если жильцы нашего дома 5 дней просидели без отопления, они не должны за эти 5 дней платить. Ну, смотрите. В нашем доме, ну, сколько? Больше 10 тысяч квадратных метров. Давайте умножим. 10 тысяч квадратных метров на стоимость квадратного метра отопления. Это сотни тысяч гривен в сутки. Один только дом. В сутки. В сутки. Одного дома. В сутки, да. А мы потом удивляемся, почему... Поэтому наши жильцы не хотят эту сотню тысяч отдавать за услугу, которую они не получили. Мы потом удивляемся, почему высокие тарифы, почему списывается очень много всего на вот такие вот порывы. Потому что... Ну, а каким образом доказать юридически, как вот считаете, если сайт, ну, если Харьковские тепловые сети признали факт отключения, но признали факт, что это случилось 2 ноября, и 2 ноября это было устранено. По вашим словам, это не устранено до сих пор. Я думаю, что первое, у нас существует городская информационная служба 1562. Там люди постоянно работают, там ведется запись всех заявок, в чем аудиозапись и фиксация, так сказать, очевидно, компьютерная. То есть первая заявка, ну, вот у меня записано первое, звонили и 30-го, но у меня есть номер заявки 723-53-21, которую приняла. Госпожа Рыжая, 31-го числа. Значит, если обратиться к информационной службе, она должна дать информацию о том, что да, заявка эта поступала. Другое дело, что по этой заявке никто из экспертов и специалистов Харьковских тепловых сетей не пришел и не проверил, что отопление отсутствует. Но я думаю, что жильцы не будут врать. Скажите, пожалуйста, кто-то выходил, вот вы самоорганизовались, да, у жильцей, кто-то выходил с вами на связь на протяжении вот этого периода времени напрямую, да, вот перезвонили вам с Харьковских тепловых сетей, приехал бы какой-то мастер, представитель, не рабочий, но который сказал бы, хотя бы ввел бы в ситуацию. Каким образом это происходило, вот связь между жильцами, ну, потребителями услуг и поставщиками услуг? Вы имеете в виду конкретную вот эту аварию? Вот эту аварию, да, вот кто-то с вами связывался? Ну, связь была такая, звоните вашему слесарю, который уволился три дня назад, вот, была связь с госпожой Степановой, это не с нами связывались, это мы связывались, вот. Абонотдел считает, что в нашем доме тепло есть, то есть, Абонотдел будет нам планировать оплату, за сегодняшний день, по крайней мере, точно. Вот, сегодня госпожа Степанова ответила, что это у вас там в доме какие-то проблемы, завоздушенные вы, но мы тепло даем, значит, мы из-за него деньги будем брать. Невозможно делать диагностику по телефону удаленно, если даже это завоздушенно, значит, должен прийти слесарь, который должен установить и акт, ну, все же должен документироваться. Юрий, у меня нет информации о том, чтобы кто-то приходил в дом, и вот наши жильцы, которые активно обмениваются в чате, если бы кто-то появился бы и что-то сделал, эта информация бы тут же появилась. Скажите, тем более, что 1562, вот, судя по информации, которую я сейчас зачитал, 1562 сообщило, что до 23 будут идти ремонтные работы, так что о каком тепле может идти речь? Григорий Николаевич, скажите, вот, по вашему мнению, так, так, субъективно, вот, вы сталкиваетесь с такими ситуациями в ваш доме неоднократно? Ну, наверное, с такой реакцией, наверное, впервые, потому что как раз это послужило поводом прийти, обратиться уже через телевидение, например, да, поднять этот вопрос на такой уровень, потому что мы же прекрасно понимаем, как работают наши службы, и если сегодня до 23.00 не устранят в пятницу, то не устранят и в субботу, и в воскресенье, и это продлится еще до понедельника, как минимум. Есть слово, поэтому наши жильцы и волнуются, потому что маленькие дети болеют, старики, которые в доме находятся 24 часа в сутки, на улице идет дождь. Люди вынуждены включать отопительные приборы, в том числе, и получается... Значит, люди заплатят за отопление, потом заплатят за перерасход электроэнергии, за дополнительные киловатты, потому что, ну, как-то надо же... Так вот, какой мой вопрос? Скажите, вот государство через законы, через убеждения, чиновники пытаются объяснить людям, что необходимо вступать в общество с владельцем многоквартирных домов. Исходя из вашего опыта, вот этого опыта и предыдущих лет, насколько эффективнее было бы вам добиваться справедливости, если бы это общество многоквартирных домов по улице Клочковска, 244, было создано? Хотят ли жильцы создания такого общества с владельцем? Какие причины, что мешает всему этому процессу? Ну, мое мнение такое. Во-первых, жильцы нашего дома проголосовали за создание ОСМД, проголосовали за устав, утвердили устав, избрали председателя ОСМД, вот, направили соответствующие письма городским властям. Несовершенство законодательства привело к тому, что городские власти, ну, достаточно справедливо отмечают, что у нас нет законных оснований для передачи дома на баланс ОСМД. Вот. Нет, нет. Закон есть о законных основаниях для передачи, потому что дом находится не на том балансе, с которого можно передать, а в законе что-то упустили. Вы, кстати, существуют какие-то юридические заковыки, которые... Ну, юридические заковыки не позволяют передать. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, не менее простая, а, наверное, более сложная, это то, что хорошо, можно взять на свои плечи ОСМД. Но те люди, которые будут руководить этим ОСМД, они должны иметь права, полномочия с тем, чтобы вот та же информационная служба, тепловые сети тоже не разговаривали так. Ну, вы подождите, мы сделаем. Потом ОСМД обратилось 30-го, что нет отопления, на сайте появилась информация, что 2-го. А скажите, ОСМД где должно взять вот эти деньги? 300-500 тысяч гривен для того, чтобы заплатить за неподанное тепло. Да, за неоказанные услуги. За неоказанные услуги. Так что, я на сегодня не вижу, что в законе достаточно, мало того, что эти ОСМД, так сказать, есть проблемы с их организацией, но закон не защищает ОСМД от своеволия, так сказать, чиновников. И чиновников коммунальных предприятий, которые являются, по сути, монопольными на этом рынке. Потому что с монополистом всегда очень сложно воевать. И если, так сказать, монополистом может приструнить городской голова, который может его просто снять с должности, так сказать, и серьезно наказать, то председателю ОСМД или члену ОСМД, ну, для руководителя такого ранга в полуторамиллионном городе, это... Вот мы заговорили из-за городского голова. Я знаю, что были такие намерения, что ли, обратиться уже к мэру города Геннадию Адольфовичу Кемерсу с этой ситуацией, с писанным обращением. Насколько жильцы готовы идти на вот такие вот меры? Ну, жильцы готовы идти на это меры. Но некоторые высказывают такое простое мнение, что эта жалоба будет спущена для рассмотрения в тепловые сети. Тепловые сети ее спустят до слесаря, и слесарь придет и скажет, что, ребята, вы что-то перепутали. Слесарь покажет трудовую книжку, скажет, я там уже не работаю. Поэтому, конечно, мы надеемся, что будет правильная реакция и заставят. Но это большие деньги. Например, я не знаю, как для тепловых сетей, но для жильцов нашего дома 500 тысяч лишние дать, это большие деньги. Смотрите, а если смоделировать ситуацию, например, когда создана ОСМД, возникает такая ситуация, а потом ОСМД обращается с иском в суд и требует обращаться с иском в суд о взыскании вот этого ущерба с Харьковской тепловой сети, либо другой, любой организации, которая не предоставила услуги. Насколько вы верите в то, что суд действительно станет на сторону жильцов ОСМД, а не на сторону организаций, которые поставляют услуги? Если мы движемся в правое государство, ну, пофантазировать же, то можно. Юрий, у нас в стране только ленивый не говорил о том, какая у нас судебная система. При том, что есть прекрасные судьи у нас в стране, я лично знаю таких судей, честных и порядочных. Но система у нас далеко не прекрасная, и далеко не всегда она становится на защиту рядового гражданина. Особенно, если, так сказать, противоположной стороной является, например, государство. К счастью, еще существует средства массовой информации, в которых можно обратиться, каким-то образом, может, поспособствовать, чтобы эта информация была донесена до общественности, широкой общественности, до чиновников, которые принимают решения. Ну, я думаю, что наш разговор поможет решить два вопроса. Чтобы в доме 244 появилось тепло, и чтобы квитанции отразили реальные затраты жителей дома на отопление своих квартир. Я думаю, что не только по домам Поколочковской 244. Ваш частный случай, конечно. Это два момента, которые нас волнуют. Это ваш частный случай, который волнует вас. Но вот тот список, это то, что было показано на камеру, на сайте Харьковских тепловых сетей. Это только часть списка. Он очень-очень длинный. И домов много. А судя по тому, что информация, насколько вы говорите, не совсем достоверная. Потому что отключили 30-го, информация появилась 2-го. То верить в достоверность той информации, которая отображается на сайте, весьма сложно. Поэтому такая проблема, я думаю, не только у вас. И, конечно же, мы приглашаем представителей Харьковских тепловых сетей в эту студию, чтобы они объяснили причины, по которых происходит такая низкоэффективная коммуникация с жильцами дома, с потребителями услуг. Чтобы они объяснили, почему происходит и что нужно делать для того, чтобы изменить ситуацию и улучшить предоставление услуг. И чтобы, собственно говоря, мы в зиму, в 20-ти градусный мороз, в Харьковчане, были с теплом. Они мерзли у себя в квартирах. Спасибо большое за то, что вы пришли в эту студию, озвучили эту проблему. У нас в гостях был Григорий Николаевич Тимонькин, представитель дома по улице Клочковская, 244. Я же надеюсь, что эти выходные в этом доме конкретно все же будут с теплом. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»